Моторы Хонда уникальны во многих аспектах. Во-первых, многие двигатели с некоторыми изменениями выпускались по 15 и 20 лет. Во-вторых, количество модификаций мотора одного семейства может исчисляться десятками и даже сотнями. Даже ваг на такое разнообразие не способен. В-третьих, моторы Хонда одной серии можно было модифицировать и трансформировать буквально в гаражных условиях, подбирая коленвал, шатуны и головки блока под свои нужды. Так рождались знаменитые гоночные Хонда, которые с моторами объемом менее двух литров дерзко побеждали в драг-рейсинге или просто в уличных гонках. Но как обстоят дела с надежностью? Давайте разбираться. Вы на канале The Auto Top и это самые лучшие двигатели Хонда за всю историю компании. Поехали! Двигатели серии D из-за их простоты и надежности считаются лучшими двигателями в своем классе, выпущенные фирмой Хонда. Четырехцилиндровый двигатель Хонда серии D в подкапотном пространстве располагается поперечно и вращается против часовой стрелки. В качестве привода ГРМ используется ремень. Система подачи топлива реализована в ранних моделях через карбюратор или через два карбюратора. Позже стали появляться модели с параллельным впуском и, конечно, точечный фрыск. Этот двигатель использовался Хонда в различных компактных моделях, наиболее часто в Хонда Цивик, ЦРХ, Лого, Стрим и в первом поколении Интегра. Рабочий объем двигателя составляет от 1,2 до 1,7 литров. Мощность варьируется от 62 л.с. в Лого до 130 л.с. в Цивик Си. В то время двигатели считались очень экономичными. Рекомендуемый расход составлял в среднем от 6 до 10 литров в трассовом режиме и от 8 до 12 в городском, в зависимости от автомобиля, комплектации, типа привода и прочего. Моторы серии D практически неубиваемы. Двигатели серии D можно назвать лучшими из гражданских моторов, которые когда-либо выпускала Хонда. А если быть до конца честными, одними из лучших в мире. Судите сами, много ли есть моторов с показателями 130 л.с. на 1,5 литра объема и при этом с фантастической надежностью. Не случайно именно эти моторы нет-нет, да и всплывают во всяких рейтингах двигателей от разных специализированных журналов, хотя давно сняты с производства. Сила D-серии прежде всего в своей простоте и компактности, помноженных на мощность и надежность. Двухвальные двигатели Хонда серии B – одни из самых распространенных моторов, которые жили в подкапотных пространствах автомобилей Хонда в конце прошлого тысячелетия. Большинство моделей оснащались самой известной версией B20B. К таким машинам можно отнести суперхиты от Хонда CRV и StepBGN, а также менее известные Ordea и SMX. Мы рассмотрим особенности таких двигателей, как B20B или B16B. Уникальность B-серии в том, что только ей удалось объединить в себе по-настоящему гражданские характеристики B20B и фантастические спортивные способности B16B или B18C. Самое удивительное в том, что двигатели B-серии могут спокойно скрещиваться внутри линейки, что дает прекрасные конечные результаты. Этим пользуются многие тюнеры, создавая гибриды, превосходящие по мощности турбовые моторы конкурентов. Двигатель Honda B20 – один из самых надежных моторов в истории компании Honda. Успех этого двигателя был предопределен появлением именно на нем легендарной серии VTEC, которая позволила снять с первого мотора серии B16A 1.6 литра объема фантастические по тем временам 155 л.с. Такой показатель до этого мог быть только у спорткаров, которые выпускались единичными партиями. Но Honda решила, что каждый человек имеет право на собственный спорткар, сломав стереотипы. Первая Honda Integra DA6 с таким мотором произвела настоящий фурор на рынке автомобилей. Казалось бы, что вот оно совершенство и предел достигнут, но Honda зато и стала легендарным автопроизводителем, что у нее всегда оставались козыри. Спустя некоторое время после небольших доработок конструкторы смогли выжать из того же мотора 170 л.с. То есть больше 100 л.с. с одного литра объема. Такие показатели раньше были реальны только для мотоциклов. Думаете, это был предел? Ничего подобного. Инженеры и не думали останавливаться. Доработав впускные каналы, доведя до совершенства внутреннюю геометрию двигателя, они сумели с того же объема выдавить еще 15 л.с., доведя мощность 1,6-литрового B16B до 185 л.с. Этот идеальный по своей эластичности и надежности двигатель был установлен на абсолютно легендарный автомобиль Civic EK9. Первый, и по мнению многих хондоводов, последний настоящий Type R. Мотор B16B – настоящий шедевр компании Honda. 1,6 литра и 185 л.с. без применения турбины. При этом двигатель обладал фантастической надежностью. Будучи способным раскручиваться до 9000, а то и больше оборотов в минуту, он не ломался после одной гонки, позволяя быть автомобилю и гражданским, предназначенным для городской езды, и спортивным, разрывая в клочья любого соперника даже более высокого класса. Простота, с которой сделаны эти моторы, позволяют ремонтировать их даже в полевых условиях, если поломка произошла, например, во время тренировочных заездов перед гонками. Существуют реальные случаи, когда мотор удавалось разобрать, заменить обломившийся клапан и собрать заново прямо на улице за несколько часов. Конечно, у Хонды были и другие отличные моторы, но ничего более эластичного, пригодного для тюнинга, с огромным запасом мощности, Хонда не делала. Обычные атмосферные гибриды блока B20B и головы B16A способны конкурировать с турбомоторами других производителей даже классом выше, а про одноклассников можно даже не вспоминать. 2,2-литровый двигатель Хонда H22A выпускался на предприятии в Японии с 1991 по 2002 годы и устанавливался на спортивные модификации модели Accord, либо популярное купе Prelude. Мотор предлагали в паре версий – менее мощной с чёрной крышкой и более мощной с красной. С H-серией экспериментов слава инженерам не было. Они были и оставались очень достойными моторами, выдававшими отличные показатели по соотношению мощность к объёму. Главной отличительной особенностью H-серии от другой околоспортивной B-серии была малая способность к бюджетному тюнингу, потому что форсировка H-мотора уже была максимальной. Существует много восторженных отзывов авторитетных изданий именно об этих моторах. Правда, стоит учесть, что все они были написаны на рубеже тысячелетий, когда эти моторы только-только достигли пика своей популярности. С тех пор прошло много времени, тем не менее, заложенная в конструкцию мощь вот уже много лет радует владельцев таких автомобилей. Отличная тяга на низах и великолепно ощущаемый втек на верхах позволяют соревноваться с более объемными представителями других автомобильных марок, независимо от наличия турбины. Назвать этот мотор сверхнадежным, как, допустим, B- или D-серия, нельзя. С другой стороны, учитывая, в каких режимах ему приходится работать, запас прочности мотора следует признать отличным. По способности к тюнингу, H-серия смотрится отлично на фоне других моторов, уступая только B-серии по доступности наращивания мощности, при фактически равных возможностях. Главным отличием H-серии от B-серии в тюнинге можно назвать бюджеты этих мероприятий. Зато в заводском состоянии среди всех моторов Хонды равных H-серии просто нет. Семейство двигателей Хонда K-серии появилось в 2001 году. Эти бензиновые четырёхцилиндровые моторы применялись буквально на всех крупных моделях Хонда и соплатформенных Акура. Двигатели K-серии существуют в вариантах с рабочим объёмом 2 и 2,4 литра, также есть и 2,3 литровая модификация с турбонаддувом. Эти двигатели заменили собой несколько старых линеек бензиновых силовых агрегатов Хонда. Все двигатели K-серии унифицированы между собой. Они как конструктор. В зависимости от применённых деталей и компонентов, двигатель может развивать от 150 до 220 л.с. или даже до 300 при серьёзном тюнинге. Двигатели Хонда K-серии были приняты поклонниками марки «Очень тепло», так как радовали балансом мощности, тяги и экономичности. С надёжностью тоже был полный порядок. Вплоть до 2007 года пользователи редко жаловались на линейку K. За это время моторы серии заработали статус культовых и одних из лучших конструктивных решений. Линейка двигателей Хонда R-серии появилась во второй половине 2000-х. Первоначально эти моторы устанавливались в Хонда Цивик, в том самом, взорвавшем рынок своим дизайном. А внутри самой Японии ещё и в преемницу HRV Crossroad. По своим техническим параметрам, она оказалась наиболее близка к старой доброй D-серии. Относительно небольшой объём 1,8 литра, один вал, невероятно простая конструкция и использование в машинах небольших размеров. Тем удивительнее, что вскоре двухлитровые R-моторы появились под капотами Accord и CR-V. R-серия спроектирована вполне просто, чтобы обладать достаточной надёжностью. За всё время обслуживания этих моторов не было найдено ни одной серьёзной проблемы, которая могла бы смазать это впечатление. Претензии сложно предъявить как к цепному ГРМ, так и к прочим потенциально слабым местам двигателей Хонда нового тысячелетия. В плане простоты и неприхотливости к обслуживанию, R-серия близка к фитовской L-серии, а в плане удобства ремонта – к K-моторам. Сравнивать по этим показателям с двигателями прошлого века будет несколько наивно, там было всё предельно ясно, но на фоне L и K-моторов R-серия отличается достаточной простотой как в обслуживании, так и в его удобстве. При создании R-моторов конструкторы Хонда явно провели работу над ошибками. Получившийся двигатель вполне можно назвать самым перспективным мотором для гражданских Хонд до 2018 года, а может и дальше. Не имея спортивных характеристик и особого потенциала к тюнингу, этот мотор вполне справляется с ролью надёжной рабочей лошадки, которая может вполне неплохо передвигать автомобиль C-класса. Сравнивать его со старыми хондовскими движками наивно и некорректно, поскольку времена изменились. И сегодня экологичность мотора значит намного больше, чем динамика и удовольствие от вождения. Выполняя требования террористов-экологов, все компании мира вынуждены строить полудохлые моторы, которые имеют минимальные выбросы. А это существенно сказывается и на мощности, и на динамике. Так что R-серия на этом фоне очень даже неплохой аппарат, имеющий отличные шансы выжить в современном мире. Какого двигателя не хватает в этом списке? Пиши в комментариях под этим видео. Если ты хочешь смотреть наши ролики раньше других, тогда подпишись на нас в Яндекс Дзен, ссылка в описании. Делись этим видео с друзьями и не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok